здравствуйте мои дорогие друзья я соскучился по вам а вы соскучились по мне да это факт и сегодня у нас будет тема очень интересная она называется как стать интересным человеком и сегодня мы с вами об этом поговорим но для начала я бы хотел чтобы вы подписались на мой канал поставили лайк и еще раз подписались на мой канал и написали какой-нибудь комментарий под моим видео например дима давай дальше у тебя классно получается я хочу еще больше видео поддержите меня поддержите меня вашими комментариями с вашими лайками вашими подписанами поддержите окей и мы продолжаем или начинаем тему как стать интересным человеком и вопрос вообще классный потому что стать интересным человеком кто-то это еще называет стать харизматичным как стать харизматичным но давайте все-таки первую очередь я буду ставить акцент на как стать интересным человеком и первое что вам нужно это я специально остановил машину чтобы вы поняли самую важную мою мысль это словесная импровизация первое чтобы стать интересным человеком нужно прокачать словесную импровизацию и что немаловажно в словесной импровизации вы обязательно должны использовать игра ролей до эмоции вы играете какие-то определенные эмоции да классно да помимо этого интонирование ваш тон голоса как вы двигаете руками как вы двигаете телом все это обязательно в словесной импровизации и тогда вы действительно станете интересным человеком опять же Нужно научиться рассказывать истории И вы будете цеплять собеседника своими историями Люди будут слушать вас вот так И тогда интерес появится Что значит интересный человек? Человек, который привлекает внимание другого человека Логично же, да? А как это сделать? Конечно же, с помощью словесной импровизации Мы удерживаем внимание собеседника Ему интересно с нами И он хочет еще больше с нами общаться В этом и заключается секрет, как стать интересным человеком То есть вам нужно прокачивать словесную импровизацию Как это делать? В первую очередь вы можете Опять же, на моем канале уже есть определенные видео Вы можете прокачиваться с помощью моих видео Если вы хотите под моим наблюдением Развиваться по словесной импровизации Тоже можно Тогда вы записываетесь ко мне на индивидуальную практику И мы с вами прокачиваем словесную импровизацию И вы действительно становитесь интересным человеком Но помимо словесной импровизации Этого недостаточно, чтобы стать интересным человеком Ну да, это будет здорово, вы, конечно, будете привлекать внимание, конечно, вы будете удерживать внимание своих собеседников, но вы же хотите, чтобы другие тоже что-то говорили. Вы же понимаете, что 50% успеха ваше общение – это когда говорит другой человек. То есть 50% человек тоже должен говорить. Ваши 50% – это словесная импровизация. Когда вам дают слово, вы включаетесь и начинаете максимально отжигать. Но если мы говорим о том, что мы хотим зацепить внимание собеседника, потому что его внимание будет сосредоточено на нас, чтобы сказать что-то нам, тогда нам нужно что? Нам не нужны 4 пальца, нам нужны базовые навыки общения. Второй пункт – это базовые навыки общения, которые вы тоже прокачиваете. На моем канале есть петля общения, вы можете начать с нее, но опять же, это только маленький кусочек моей практики базовой навыки общения. Вы можете записаться ко мне на практику «Базовые навыки общения» и прокачиваться там. Что значит базовые навыки общения? Еще раз. Это то, что вы цепляете внимание собеседника на том, что он будет что-то говорить. Вы такой классный вопрос задали, что он такой… И его прет, его прет вам что-то рассказать. Это является базовым навыком общения. Опять же, базовые навыки общения – это когда вы отслеживаете реакцию собеседника, когда вы ему подаете свои сигналы, что вам интересно то, что говорит собеседник. Это все является базовым навыком общения. Ну и еще внутреннее состояние, как раскрепоститься, когда во время общения с собеседником у вас какие-то зажатости внутренние, да, и все это вы тоже прорабатываете с помощью моей практики, например. Ну и опять же, на моем канале тоже есть какие-то наработки по этой теме, как раскрепоститься, поэтому тоже можете посмотреть. Далее, следующий пункт тоже важен. Да, вы классно прокачались по словесной проявизации. Молодцы. Базовые навыки общения прокачали. Молодцы, вы интересны, уже интересны. Но вы должны создавать приключения. Или можно еще сказать по-другому, вы должны вызывать эмоции у человека. Создавать приключения или вызывать эмоции у человека, это означает делать нестандартные вещи. Но обычные люди что делают? Пьют чай, кушают, ходят в туалет, ложатся спать. Стандартные вещи, когда они проводят время вместе, это боулинг, и на этом все заканчивается. Но если вы хоть раз немножко задумаетесь о том, что вы можете создать приключения, даже когда идете покупать хлеб, вы задаете себе вопрос. Например, как можно это обыграть так, чтобы это было интересно и весело мне? В первую очередь вы задаете вопрос себе. Но при этом с вами находятся люди, которые ваши друзья, может быть, да, это родственники, неважно, ваша девушка либо парень. Просто вы задаете себе вопрос в ситуации, как это можно обыграть, чтобы было интересно и весело мне? Соответственно, когда будет интересно и весело вам, вы создаете приключения, и в это приключение вы втягиваете буквально на смысле слова вашего собеседника. И получается, что третий пункт – это именно уметь создавать приключения. Опять же, я вам дал фишку, технику, запишите эту фишку. Именно надо себе задавать вопрос, как создать себе что-то интересное в этой ситуации. И последнее. Последний, четвертый пункт. Чтобы быть интересным, чтобы быть интересным, вам нужно кайфовать от жизни. Или кайфовать от ситуаций, в которых вы находитесь. Можно не постоянно кайфовать от жизни, но это уже какой-то наркоман, который постоянно себе что-то колет в попу. Но нет, если вы выходите на улицу, если вы общаетесь с своими друзьями, ваша задача – научиться кайфовать, наслаждаться этим отдыхом, когда вы выходите на улицу, общаетесь с друзьями, куда-то идете и так далее. Наслаждайтесь каждым моментом, каждой деталью. Вы просто едете за рулем автомобиля с друзьями, например, и вам нравится ваш руль. Боже, как вам нравится ваш руль. Вам нравится то, что перед вами какая-то газелька едет. Вам нравится музыка, которая здесь играет. Вам нравится, как люди здесь ходят. Вам нравится, что в машине тепло. Вас все опрет. Вы понимаете? Четыре пункта. И вы интересный человек. Давайте еще раз перечистим. Словесная импровизация. Базовые навыки общения. Создавать приключения, либо вызывать эмоции. И наслаждаться жизнью. Хотя бы в каких-то моментах. Наслаждаться жизнью, когда вы общаетесь с человеком. То есть мы говорим именно наслаждаться жизнью, когда вы общаетесь с человеком. И вы этому человеку запомнитесь навсегда. Ну, как минимум на лет 50. И вы действительно будете интересны. Да, это работает именно так. И я напоминаю. У меня есть телеграм-канал, чат. Там мы обсуждаем разные интересные темы по саморазвитию. Помимо этого у меня есть фейсбук. Помимо этого у меня есть личная страничка вконтакте. У меня есть паблик. И также я еще раз вам напоминаю, что нужно подписаться на канал. Да, нужно подписаться на канал, потому что это стимулирует меня в буквальном смысле слова. Стимулирует меня еще больше вам делать классного контента. И не останавливать видео. И продолжать делать видео. И не делать долгие паузы, когда видео не выходит. А не выходит видео, вы знаете почему? Потому что вы не подписывайтесь на мой канал. Вы просто смотрите и не подписываетесь. А я грущу. И на сегодня. На сегодня все. Пока-пока. Целую вас, мои прекрасные зайчики, медвежата, совята. И все остальные ребята. Пока-пока. Прощай, цыганка, сэра. Ладно, поехали дальше. Давай немножко кайфанем. Кайфанем от музыки и всего остального, да? Вы чувствуете, как бьется сердце этого ритма жизни? Как планета танцует вместе со мной. Кайфанем от музыки и сайт конечно по классный. Кайфанем от музыки и всего остального. Тайк. Так. Тайк.